Привет дорогие мои друзья, начнем это видео с распаковки полезных мелочей и постепенно перейдем к сути. Это измеритель мощности, работает на постоянном токе, слева подключаем источник, справа нагрузку. На дисплее отображается напряжение, ток и высчитывается мощность. Кабели у него с сечением 12 АВГ, а значит надписи на корпусе в 150 А мы не верим. 45 А он должен выдержать, может и больше, но это если только кратковременно подключать. Разъемы 2 пин подображим, в одном пакетике мама, в другом папа, ответная часть. Специальные скал компактные, по габаритам хоть они и небольшие, но в плане контактов достаточно надежные, самое то под наши цели. Разъемы SATA силовые подображим вы уже видели, вот еще заказал, потому что те закончились с разными крышками. У продавца они называются на 90 и на 180 градусов. 90 градусов это там, где кабели заходят с одной стороны и с другой закрываются, то есть уже не выходят из разъема. Ну а сквозная крышка позволяет обжать несколько SATA на один кабель. В следующей почтовой посылочке XT90, вот их мы с вами еще не заказывали. Встретить такие можно в радиоуправляемых моделях, надежные, хорошие, высокотоковые разъемы. Может быть у кого-то из вас есть автомобильный джамп стартер, так вот в большинстве их тоже такие используются. В комплекте идет герметичная резиновая закрывашка, у продавца можно разные варианты заказать. Вот с ними почему-то лот был дешевле, чем без них, я вам ссылочку оставлю, перейдете и сами посмотрите. Хотя может это какая-то ошибка была и продавец уже изменил цену. Разъем предусматривает установку в корпус, поэтому там защита кабелей не предусмотрена. В ответной части есть пластиковая закрывашка, защищающая контакты. Если бы Nvidia на свои видеокарты делала такие разъемы, проблем с расплавлением не возникало бы. С обеих сторон подписаны полярности, при монтаже очень удобно и по-другому их не подключить из-за геометрии коннектора. В 2021 году мы с вами распаковывали алюминиевые панели для объединения жестких дисков по 12 штук сборки. Вставил отрывок из того видео, посмотрите внимательно и запомните как они выглядят. Потому что в этот раз я заказал у того же самого продавца те же самые панели. Фотографии лота не поменялись за все это время. В этот раз панели для крепления дисков пришли совершенно другие. Конечно же я сразу открыл спор и написал гневный отзыв. Ссылочку на товар оставлю в описании под этим видео. Можете посмотреть если хотите. Больше всего конечно же расстраивает факт обмана, ведь перед отправкой я спросил у продавца, такого же качества панели он отправит, как были 2 года назад. Он сказал да не волнуйся все будет хорошо и даже фотографию по ссылке мне отправил, правда уже запакованный. Как видите содержимое пришло совсем другое. Таких я заказал 3 комплекта, все 3 одинаковые, но не такие одинаковые как были раньше. Раньше они были качественно покрыты порошковой краской. А теперь такое чувство что их из баллончика побрызгали, да еще и поверхность плохо подготовили, потому что сквозь краску виднеются различные раковины. Раньше в комплекте винты для крепления дисков шли черного цвета. А тут светлые. В новой версии металл тоньше на 0,2 мм. Казалось бы незначительная разница, но этот уже можно гнуть рукой с усилием. Те не гнулись вообще. Вырезы, то есть расстояние между дисками здесь как видите больше. Раньше я в них устанавливал разъемы и прямо на этой панели их обжимал. Это удобно, не нужно мерить расстояние между дисками. Сейчас так уже не сделать. И про расстояние между дисками я вам чуть позже расскажу, это отдельный прикол. Вероятно инженер-проектировщик был пьян, когда создавал это. Для охлаждения диска в сборках используются 9-сантиметровые вентиляторы. Их проще у нас купить. Я брал на Яндекс Маркете за 150 рублей. Самые дешевые, которые нашел. Но вот ток здесь не 0,14, как был у нас пару лет назад, а 0,22 А. То есть они мощнее. На самом деле в этом нет ничего страшного. Мы с вами просто подключим их от 5 вольт. Так они будут меньше потреблять и меньше шуметь соответственно. Желтый кабель идет с датчика оборотов, он нам не нужен. Отрезаем его под самый корень, а черный и красный для питания оставляем. Если вы не знали, такой момент хочу вам показать. На каждом жестком диске указан ток по 5 и по 12 вольтовой линии. Перемножив ток на напряжение, мы получаем мощность. Получившиеся мощности по 5 и по 12 вольтовой линии складываем. И получаем общую максимальную мощность, потребляемую диском. В тех панелях все четко по отверстиям подходило. Все загибы там были ровно 90 градусов. Здесь вот загибы, где вентиляторы крепятся, где-то сильнее, где-то меньше. Чтобы сборка была ровной, прикручиваем диск сверху, диск снизу, а затем фиксируем вторую сторону вентилятора. В 2021 году мы с вами 5 вольтовый преобразователь устанавливали на сборке сбоку, прямо на корпусе. Если вы все еще не знаете, для чего он нужен, посмотрите прошлое видео, ссылочку оставлю в завершающем окне этого. Кабели питания от преобразователя шли прямиком к модульному блоку питания. И были не отсоединяемые. Отсоединить их можно было только со стороны блока питания. В этот раз я решил улучшить конструкцию и сделать разъем XT90, при помощи которого сборку можно обесточить, снять, пересобрать и установить назад. Если бы преобразователь был сверху дисков, а не сбоку, то сборки можно составить плотнее, тем самым сэкономив место. Вот я и решил его перенести. Разработал и на 3D принтере в камере из ABS пластика напечатал корпус с крышкой. Конечно же не с первого раза получился, но у кого с первого раза получается? Вот Apple свои айфоны выпускает то с бровью, то с островом посреди экрана. И ничего, продают. Маленькие недочеты на детали, которые даже и видно не будет растительной. Вот если с такого ракурса на разъем смотреть, плюс делаем обязательно справа, так будет удобно паять кабели. 2 пин разъем для него в корпусе также место предусмотрено, причем с упорами, чтобы при усилии не провалился вовнутрь. Снизу он немножечко выпирает, но это так задумано, потому что полностью его поместить в корпус габариты не позволяют по высоте. Для надежности установил его на маленькую капельку суперклея. Там когда поддержку отделял, корпус немножко растрескался, заодно этот недостаток устроил. Способ фиксации выбрал свой любимый фирменный корпус с крышкой, и преобразователь к нему крепятся при помощи пластиковых хомутов. Остальные три пластиковых хомутика пройдут сквозь крепление крышки, и как бы одновременно ее тоже зафиксируют. Кабель в этот раз для подключения дисков решил использовать штатные от модульного блока питания, только мы, конечно же, их сейчас переделаем. По двум причинам решил их использовать, потому что, во-первых, они просто так валяются без дела, а во-вторых, они выполнены из луженой меди. Что это значит? Это та медь, которую когда ты зачищаешь, она серебристого цвета, потому что покрыта припоем. Луженая медь, она менее подвержена окислению. Это особенно важно, когда ты используешь обжимные высота разъема, как мы с вами будем использовать сегодня. Место соединения кабеля с разъемом меньше окисляется, а следовательно прослужит дольше. Те кабели, которые мы использовали почти два года назад, они из обычной, не луженой меди, работают по сегодняшний день 24 на 7, и еще ни один диск не отвалился. Чтобы обжать разъемы на нужное расстояние друг от друга, я специально разработал и на 3D принтере напечатал вот такую форму с минимальным заполнением для экономии пластика. Прикладываю к отверстиям, они соответствуют расстоянию между высота разъемами. Смотрите, сделал специально немножечко больше, чтобы кабели были не в натяжку. А вот прикол по поводу расстояния дисков, которые я даже заметил не сразу. Первые 6 дисков находятся на расстоянии 30 мм друг от друга, а нижние 6 дисков находятся на расстоянии 32 мм друг от друга. Поэтому для того, чтобы обжать правильно кабели, мне пришлось разработать и напечатать вторую такую же форму, только расстояние, где между разъемами на 2 мм больше, чем у этой. На кабель 0,75 мм квадратных миллиметров мы можем сделать не более 6 сад разъемов, иначе кабель по сечению ток не выдержит. Напряжение 3,3 вольт для подключения жестких дисков не нужно, поэтому один контакт оставляем свободный, кабель в него можно не обжимать. Обжимать можно обычной плоской отверткой, главное, чтобы она была не острая, это важно, кабель повреждать не нужно. Устанавливаем ее вдоль кабеля, ни в коем случае не поперек, и раскачивающимися движениями утапливаем жилу в коннектор. Распиновка следующая, внизу экрана плюс 12 вольт, выше минус, далее плюс 5 вольт, вот сейчас как раз я эту жилу обжимаю. Самый верхний кабель, это опять минус, получается 2 плюса и 2 минуса. В последнем SATA коннекторе кабели откусываем под корень и закрываем крышкой 90 градусов, остальные крышками 180 градусов. Вот на этом моменте видео я заметил, что форма, которую я напечатал, годится только для обжима верхних 6 SATA разъемов, а для нижних не годится совсем. Пришлось разработать быстренько и напечатать новую. Вот так выглядит луженая медь. XT90 нужно паять в меру, то есть не догреешь, плохо пропаяется, перегреешь, расплавится сам разъем. Изоляция с тонких кабелей также от перегрева легко соскакивает, поэтому лучше всего изначально объединить их в термоусадку, как я это сейчас показываю. У нас к плюсу припаиваются 3 жилы и к минусу припаиваются 3 жилы. Две идут на линии, а одна на преобразователь. На преобразователь приходят 12 вольт, а 5 вольт с него отправляются на 5 вольтовую линию дисков. Куда подключать вентиляторы в зависимости от модели решайте сами. Их можно подключить к 12 вольт, либо к 5 вольт напряжения. Я буду подключать к 5. Сначала я сделал так, а потом подумал, что тонкие кабели в высокотоковых сборках это небезопасно. Ведь в случае замыкания вентилятора, например, не очень сильно нагреются и загорится изоляция. Так сделал во всех сборках. В плюс 5 вольт зажал предохранитель 4 амперный и уже к нему подпаял кабель. Все это закрыл термоусадкой. Получился вот такой модуль, который устанавливается на сборку и позволяет нам с вами запитать 12 дисков только лишь от напряжения 12 вольта. А также здесь есть выход для подключения 9-сантиметрового вентилятора. Сам вентилятор подключению не помешает, потому что он немножечко уже, чем этот корпус. И разъем находится как раз сбоку в невидимом месте. Первым делом подключил сборку через ватт-метр сначала без дисков, чтобы посмотреть потребление 4 вентиляторов при питании от 5 вольт. Как вы можете видеть, 0,22 ампер тока не потребляют. То есть все 4 потребляют как 1, если бы мы подключили его от 12. Сильный обдув в этих сборках не нужен за счет алюминиевого корпуса, они и так прекрасно отводят тепло. Вот тут видите, между крышкой и корпусом небольшая щель присутствует над разъемом. Это и есть моя недоработка. Нужно было сделать там еще одну точку крепления. Суммарное сечение кабелей, которые сзади выходят, все равно приличное. И крышечку они немного подзадирают. Переделывать не стал, время жалко, на создание этого видео и так 10 дней ушло. Очень надеюсь, что оно вам понравилось и вы оцените его лайком. Расстояние между нижними 6 дисками на 2 мм больше, между верхними 6 дисками на 2 мм меньше. Решение на самом деле странное, не знаю где логика и чем оно обосновано. По идее тепло снизу идет вверх и расстояние больше. Если следовать такой логике, нужно делать у верхних дисков больше. Пару лет назад внешняя изоляция кабелей у нас была белая. Глаза это сильно бросалось, теперь кабели черные, ленточками сделаны и выглядят очень аккуратно. Преобразователи расположены теперь вверху. Все соединения защищены и фарш из проводов минимален. Три сборки слева это май 2023 года, четыре справа, август 2021. Если вы вдруг на канале недавно и не знаете, зачем одному человеку может понадобиться такое большое количество дисков, под этим видео оставлю ссылочку, перейдете по ней, почитаете и сразу все поймете. Теперь когда сборки готовы, нужно сделать для них кабели питания. Сделать их можно из неиспользуемых GPU линий. Они все равно так просто лежат, а теперь от них хотя бы толк будет. 8 пин GPU разъем со стороны видеокарты отрезаем и вместо него припаиваем XT90. Вот и все, линия питания готова. Подключаем в блок, туда куда мы должны были подключать видеокарту, либо в один из CPU разъемов, а другой конец в сборку. Все, теперь можно подавать питание и все диски запитаны от одной линии. Разъем питания XT90 я предусмотрительно утопил вглубь, чтобы кабели из него выходящие не мешали. Сейчас мы с вами подадим питание на сборку из 12 дисков по 16 терабайт каждой. И посмотрим сколько она потребляет. Включили. Диски запустились настолько тихо, что даже без музыки на фоне их слышно практически не было. Максимум на вотметре я видел 207 Ватт, затем мощность упала до 60. И вот такой она будет в режиме работы дисков. Ну может быть немного больше, все будет зависеть от обращений к дискам, от операции чтения записи. Запускаем еще разок. Я вам не сказал самое главное. Я перед тем, как диски запускать, отключил в блоке питания вентилятор. Это самая громкая часть, чтобы показать вам, насколько диски работают тихо сами по себе. Теперь следующая сборка. В ней все диски по 6 терабайт. Посмотрим, как объем дисков влияет на их потребление. 6 терабайтные диски чуток помелодичнее оказались, чем диски на 16 терабайт. А вот по потреблению можно сказать то же самое. Следующая сборка. В ней все диски по 3 терабайта и остальные шестерки. Видимо в 3 терабайтных дисках пластин меньше, раскручивать их легче с места. И потребление у этой сборки самое низкое. Даже не верится. 12 дисков потребляют всего лишь 50 ватт мощности. Теперь, когда количество сборок превышает количество разъемов блока питания, нужно сделать перекоммутацию, чтобы все подключить к одному блоку. С начала сборки 2021 года. Тут от одной я коннектор полностью отрезал. Эти три кабеля заново обжал и подключил их в разъемы от других трех сборок. То есть у меня было 4 8-пин ГПУ, а стало 3 8-пин ГПУ. Теперь, когда 4 сборки подключены тремя разъемами, нужно 3 сборки подключить двумя, чтобы освободить еще 2 линии для подключения видеокарты. Ведь она потребляет 350 ватт, и одной линией ее подключать как-то не очень хорошо. Вот так вот при помощи медных втулок под опрессовку и двух стандартных ГПУ кабелей я сделал из трех линий две. Один, два, три сборки двумя кабелями подключил. Итого понадобилось 5 ГПУ разъемов, чтобы запитать 7 сборок. Теперь самое сложное. Нужно аккуратно подключить диски так, чтобы было как можно меньше фаршей с проводов. Для этого я заказал вот такие полуметровые SATA кабели в количестве 4 штуки по 6 разъемов в каждом. Ими я подключу ближайшие к материнской плате сборки с дисками. А те, что дальше расположены, буду подключать метровыми кабелями. В них тоже по 6 SATA. Когда материнская плата похожа на ежик из проводов, из-за большого количества SATA разъемов, сделать так, чтобы было прям максимально аккуратно, не закрыв это все кожухом, невозможно. Все равно кабели будут, но их можно застяжить между собой и как-то этот фарш минимизировать постараться. Как мог, аккуратно сделал. Вот так получилось. Если нравится, ставьте лайки. Если не нравится, все равно лайки ставьте. Потому что сейчас мы с вами все это дело включим и послушаем, как оно запустится. Уже со всеми кулерами и со всем-совсема так, как оно будет работать. После того, как диски все прохрустели после запуска, шум от этого компьютера можно сравнить с одной видеокартером TX3070 под нагрузкой. Субтитры сделал DimaTorzok